Нижнекамец Один год и шесть месяцев условно получил мужчина, который пытался провести на территории лечебно-исправительной колонии номер один 14 сим-карт, телефон и три картридера. Приговор огласили сегодня в городском суде. Согласно материалам уголовного дела, мужчина работал водителем пожарной машины, которая принадлежит исправительному учреждению. В какой-то момент один из осужденных попросил провести через КПП запрещенные технические устройства. Водитель согласился, но был пойман службой безопасности. Мужчину уволили. Нижнекамца вновь приглашают обсудить будущее нескольких городских проектов. В этом году горожане вместе придумали концепцию реконструкции парка «Семья» и «Причала». В 2017 году запланировано превратить в современное уличное пространство сквер Лимаева, а также благоустроить следующую часть набережной. Вместе с Айдаром Медшиным и другими руководителями города, планировщиками, а также архитекторами, вы сможете обсудить новые проекты. Встреча пройдет в Ледовом дворце завтра в 7 вечера. Елочные игрушки своими руками. В 35-м детском саду открылась волшебная мастерская Деда Мороза. Из теста ребята сделали праздничные пряники, затем раскрасили их и повесили на елку. А чтобы работа спорилась, дети пели веселые новогодние песни и водили хороводы. Нижнекамцы стали призерами чемпионата России по контактному карате, который прошел в Воронежской области. Наш город на этом турнире представляли Тимур Сабанаев и Ирик Фарахов. Если Сабанаев уступил уже в первом поединке, то Ирик Фарахов дошел до финала в категории ветераны, но из-за травмы не смог принять участие в решающем поединке. В итоге ему досталось серебро. О погоде. Сегодня самый холодный день с начала зимы. За окном минус 27. Одевается теплее. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на сайт ntrdfiz24.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин